Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Ежелока. Пару дней назад Локомотив обыграл футбольный клуб Сочи в товарищеском матче со счетом 2-0. Это уже третий матч на сборах, но первый, который вызвал интерес с футбольной точки зрения. Две предыдущих игры с Бунеткором и Родиной закончились ничьей и победой, но футбола как такового там было немного. Как мы узнали из интервью Галактионова Матч ТВ, коуч тоже остался недоволен этими играми. Нагрузки нагрузками, но выполнять игровые элементы вы должны. Я говорил об этом на трансляции по матчу Сочи и спустя сутки нашел подтверждение в интервью главного тренера. Много потерь, мало рывков, неправильные перемещения по полю. Игра Сочи тоже не сказать, что была верхом футбольного мастерства, но оставила более цельное впечатление. Фактически игру можно было разделить на три равных отрезка. В первые полчаса нельзя сказать, что кто-то владел преимуществом. Локомотив навязывал прессинг на чужой половине поля, в результате чего очень быстро возвращал владение в четырех из пяти случаев. В пятом же Сочи доходили до ворот Худякова, но справлялась оборона, либо шел неточный пас. Из прессинга локомотив ничего не мог выжить, потому что для такого футбола совершенно не приспособлен Франсуа Камано. Гвинеец хорош на пространстве, и в этом, и во всех предыдущих матчах опасность от Франсуа шла, когда он получал мяч чуть в глубине, и перед ним было метров 5-10 поля без соперников. И удар плотный нанес, и Пеняева выкутил. Но Франсуа в единоборствах с другими игроками внезапно оказывается абсолютно бесполезен. И в том числе поэтому в первые полчаса локомотив в привычной манере обхаживал штрафную Сочи, но внутрь не залез практически ни разу. Только вот пас на Пеняева и вспоминается, но для того, чтобы атака стала опасной, было очень и очень далеко. Галактионов не отходят от своих 4-3-3, но в этом построении пока игроки не совсем понимают, что им делать в обороне и атаке. Например, во всех трех матчах регулярно случались ситуации, когда на фланге соперник создавал численное большинство против одного крайнего защитника. Кто должен помогать в этих ситуациях латералям, не совсем понятно. Это может быть центральный защитник, и тогда опорник должен садиться на его место. Это может быть один из тройки полузащитников, либо же фланговый игрок из тройки атаки. Но системно этого не делает пока никто. Есть и другие проблемы, просто это самое яркое и наглядное. Мы пропускали голы от Бунеткора и Родины именно после таких вот фланговых атак. Были такие атаки и в матче с Сочи. Самый опасный отрезок для нашей команды начался после 30-й минуты. С силой Локомотив уже покинули, а автоматизма в действиях как не было, так и нет. Яркое пятно первого тайма Сергей Пеняев, который соскучился по футболу, а потому носился и впереди, и сзади. И непосредственно поучаствовал в двух самых опасных атаках первого тайма. Отлично ускорился, несколько раз повернул голову и бросил мяч на ход точно Антону Мернчуку. Антон, конечно, должен был с правой ноги попадать в створ. Очень похожая история была в свое время с его братом Алексеем, который с левой ноги пытался порвать сетку сильным ударом, и в результате очень сильно страдала точность. А потом оказалось, что достаточно просто попасть в угол, что он может сделать в 99 из 100 случаев, а сила этому только мешает. Вот и Антон с правой ноги может вкатывать мяч в угол, но зачем-то бьет на силу. Из-за того, что у Локомотива уже не было сил на прессинг, инициатива мощно перешла к Сочи, и начались тяжелые времена для Худякова. Прошли две суперопасные атаки примерно по одному сценарию, с переводом на левый фланг и пасом в центр. Проходили опасные навесы со стандартов, один из которых привел к странному забитому мячу. Хорошо, что судья заметил нарушение на Мардешвиле, но от Худякова хочется более уверенной игры в таких моментах. В целом, Сочи наиграл на забитый мяч в первой половине игры, и мне кажется, что во много виной этому слабый подсказ от Худякова. Стоило в раму встать Ландратову, как будто бы у команды появился второй тренер. Ни один игрок не обошелся без подсказок от Ильи, где тому стоит находиться и куда бежать. Во втором тайме характер игры немного изменился из-за замен. У Сочи поменялся весь состав, у Локомотива лишь пять человек. Любопытны оба момента. Я уже успел прочесть несколько мнений о том, что у Сочи во втором тайме играли дублеры и молодежь. Но это касалось только нескольких позиций в атаке. В обороне же вышли сплошь опытные ребята, которые в этом сезоне являются твердой основой. А вот из-за того, что в атаке взаимопонимания у Сочинцев не было, напор на наши ворота ослаб. У Ландратова, вышедшего на второй тайм, все равно была работа. Но с ней он справлялся очень уверенно и красиво. Зато Локомотив снова смог выходить в атаке и провел несколько очень неплохих. Правда, без внятного завершающего удара. Ключевое событие произошло на 60-й минуте, когда началась последняя 30-ти минутка. Шестеро игроков Локомотива, которым дали больше игрового времени, уступили место молодым. Это интересный момент, потому что по всему кажется, что именно эти шестеро уже твердая основа Галактионова. А остальных пока тренер смотрит и выбирает. В шестерку попали оба центральных защитника, Макеев и Кузьмичев. Два центральных полузащитника, Куликов и Мордишвили, нападающий Камано, и левый защитник Текнезян. И это очень странно, потому что про проблемы Камано в выбранной структуре я уже говорил, а Даня Куликов за три матча в кадр попадал и раз пять. В отличие от всех остальных центральных полузащитников, включая даже Ракова и Щетинина 2005 года рождения. Собственно, именно смена центра поля и стала ключевой в этом матче. Вадим Раков и Михаил Щетинин резко добавили в перехватах и активности, и, что особенно здорово, они завинтили темп. Хотя, как минимум, для Вадима Ракова эта позиция явно не особо привычна. Если Куликов и Мордишвили больше играли на сохранение мяча, то Щетинин и Раков сразу играли вперед и выводили игроков на ударные позиции. И сами очень удачно на этих позициях оказывались, забив в итоге оба мяча. Очень полезно сыграл Марко Ракондец, который потихоньку начинает раскрываться и каждый следующий матч на сборах проводит сильнее предыдущего. По крайней мере, его полезность для команды за полчаса игры с Сочи была больше, чем за 60 минут Камано в этом же матче. Жалко, не забил или не отдал на Глушенкова в моменте, который создал им Раков. Но понять желание серба открыть счет мячам в товарищеском матче я могу. И его передача на Игнатьева в случае с первым голом и шикарнейший навес на Ракова во втором голе, это, конечно, перевешивает. Пока немного расстраивает Глушенков. Ему надо становиться лидером атаки, совершать рывки с мячом, обыгрывать, бить и забивать. Пока получается только бить. Штанга с Родиной, перекладина с Сочи, два сейва Джанаева, это хорошо. Но все это моменты, созданные ему партнерами. А вот чтобы он создал момент самостоятельно, этого пока нет, а очень надо. Глушенков напоминает себя варианты московского Спартака, где было много взрослых дядь, и он, как маленький мальчик, стеснялся брать инициативу на себя. Нам же нужен Глушенков из Крыльев и Чертанова, который как раз чувствовал себя лидером и потому был так хорош. Еще отмечу Мампаси, который также появился на 60-й минуте и сходу показал, что такое первый пас. В первом тайме Макеев и Кузьмичев выходили из обороны в атаку по одной схеме, отдавая мяч на фланг к крайнему защитнику, которого быстро накрывали. Мампаси же умеет находить партнеров между линиями, и в том числе поэтому сочинцам в последний третий матч был так тяжело защищаться. Теперь уже приходилось перекрывать не только фланги, но и центр поля. Уверен, этот матч больше понравился Галактионову, но следующие два должны быть еще более интересны. Они у нас идут в жестком графике, через два дня на третий практически, значит игровой тонус должен прибавляться, а контры основного состава и рисунка игры должны прослеживаться уже более четко. С Джахором играем в четверг, команда сильная и быстрая. Ростову в своем первом матче на сборах они проиграли, а вот Левский уже обыграли с минимальным счетом. Такой вот обзор матча, надеюсь вам понравилось и вы поблагодарите канал лайком и подпиской. А может быть подпишитесь на Boosty, там материалов о Локомотиве еще больше. Кроме того, все матчи Локомотива мы смотрим вместе в прямом эфире на vkplay.live. Присоединяйтесь, все ссылки оставлю в описании. С вами был Тим, до встречи в Еженовостях.